Время событий на телеканале Самара Гист. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. В этом выпуске о событиях сегодняшнего дня и минувших выходных. А вначале некоторые темы коротко. Мне угрожали, значит, да, и камень мне на голову сбросить, и в это самое, и постеречь меня. Дворовая война на отдельно взятой территории. Или о том, как Валентина Александровна с Мариной Александровной поссорились. Если хоть один подрядчик на этом попадет, вплоть до раздорожения контракта на все объемы. Погода правит планы на ремонт. Дмитрий Азаров поручил подрядчикам работать круглосуточно. Я сильный человек в этом плане и моральный, и физический, то есть я преодолею. Любовь как способ преодоления. Во дворец бракосочетания невесту привезли в инвалидные коляски. И подробнее обо всем прямо сейчас. Погода не должна мешать работе, отметил мэр Самары Дмитрий Азаров на городском совещании, первом после отпуска. Основными вопросами, которые обсуждали руководители ведомств, стали ремонт сгоревшего дома по новой вокзальной, снос нелегальных киосков и карточный ремонт дорог. Сейчас работы ведутся на улицах Ленинской, Ярмарочной, Вилоновской, Чкалова и Шостаковича. Переложить там асфальт дорожники планируют за эту неделю. Мэр рекомендовал и Департаменту благоустройства, и фирмам-подрядчикам ускорить темпы и перейти на круглосуточный режим работы. Погода вам не должна мешать. Значит, отрабатывайте с подрядчиками, с институтами отраслевыми, делайте водоотводы. Зимой дороги кладут при желании и качественно кладут. А тут вам дождь мешает. И еще о дорогах. Проект «Дорожный прогноз» из ежедневного переходит на еженедельный. Теперь по пятницам в Большом дорожном прогнозе мы будем рассказывать о ремонтных работах в течение недели и планах на ближайшие выходные. Созвездие запущено. Сегодня самарцам представили международный проект по профилактике ВИЧ. Его авторы считают, что причины массового заражения – недостаток информации о болезни. Задача созвездия – объединить усилия всего мирового сообщества в борьбе против смертельного вируса. Программа, разработанная при поддержке ООН, позволит обмениваться наработанным опытом специалистам из разных стран. Россия – мировой лидер по количеству инфицированных. Самарская область занимает третье место в этой печальной статистике. Сегодня в регионе зарегистрированы 44 тысячи больных. За 20 лет погибли 7,5 тысяч. Большая часть носителей ВИЧ, почти 70%, употребляли или употребляют наркотики. Думали ли вы, как выглядит жизнь в глазах человека, сидящего в инвалидном кресле? Большинство людей, не испытывающих этих проблем, эгоистично отталкивают их от себя. А ведь все может измениться в любой момент, как это произошло с героиней нашего следующего сюжета. В эту субботу в ЗАГСе железнодорожного района зарегистрировали необычную пару. Невеста приехала в зал брагосочетаний в инвалидной коляске. Белые сапожки, миниатюрная платьица и жилетка. Аня показывает свой свадебный наряд, не скрывая от жениха. Выбирали вместе. Справиться самостоятельно она не смогла бы. Девушка передвигается в инвалидной коляске. Два с половиной года назад Аня упала с лестницы. Я упала на пятую точку, можно так сказать. У меня 12-й позвонок рассыпался, и осколки попали в спиной мозг. Вот. Ну, соответственно, отказали ноги, чувствительность пропала. Сдаваться не стала. В доме появились тренажеры. Девушка начала возвращать ноги к жизни. На специальных одунках человек может заново научить себя стоять. А вскоре появился и личный тренер. На сборы для инвалидов-колясочников познакомилась с волонтером Владимиром. Можно сказать, любой из первого взгляда. Первое время он ко мне по выходным только ездил. Но потом почаще, почаще. И вот весной сделал мне предложение. Аня сама позвонила в Федерацию фитнеса. Начала профессионально заниматься спортом. И сразу пришел первый успех. Третье место в областных соревнованиях для инвалидов. Выступала на дне города в Струковском парке. Мне нравится ее любимое выражение. Не жалуйтесь на судьбу. Ей, может быть, тоже с вами не очень приятно. Человек настолько мужественный. Я, например, просто очень большой. И, как я говорю, для многих полноценных людей. Несмотря на все свои трудности, она идет дальше. И, в общем-то, живет очень красиво. Отмечать события молодожены вместе с немногочисленными гостями решили по-семейному и по-летнему на даче. Чтобы полностью восстановиться, Ане необходимо около шести лет ежедневных занятий. Однако девушка уверена, что встанет на ноги гораздо раньше. Ведь еще недавно она хотела этого одна. А теперь в прямом смысле есть с кем твердо шагать по жизни. Светлана Новосельцева, Владислав Манин, Борис Смеловский. ГИС События. С 1 июля в Самаре начнется масштабная уборка правого берега Волги и островов в границах акватории города. Коммунальщики уже привели в порядок левый берег и побережье рек Самары и Татьянка. Более 13 тысяч квадратных метров. Теперь очередь диких пляжей на очистку из городского бюджета направили около 10 миллионов рублей. Большая уборка будет идти до 30 сентября. А студенты самарских вузов наведут порядок в Сочи. Строиотряды Самары в эти выходные отправились возводить Олимпийскую деревню. Для активистов организаторы создали лучшие условия – трехразовое питание и отдельное жилье. Их родители строили БАМ, они возведут Олимпийскую деревню. Заработать, хорошо отдохнуть и получить бесценный опыт. Многие из этих ребят едут в Сочи впервые. Большинство будут трудиться на главном объекте Олимпиады 2014 – Красной Поляне. Проживать студенты будут в специально оборудованных вахтовых поселках. Во-первых, все на высоком уровне, хорошее проживание. Студенты в превосходных условиях будут жить. Питание трехразовое. На территории рабочего поселка для ребят предусмотрели все развлечения. Начиная со спортивных площадок, заканчивая дискотекой. Желающие смогут попариться в бане и съездить на экскурсию в Абхазию. Трое отрядов, которые возведут не один олимпийский объект, у них еще впереди как минимум три года, привнесут очень многое в развитие нашего города. Может быть, в 2018 году они будут строить уже объекты спортивные к чемпионату мира 2018 года. Для работы на всероссийской студенческой стройке в Сочи пригласили 110 лучших студентов старших курсов университета путей сообщения. Всего на строительстве объектов будет задействовано 1100 человек со всей страны. В старину на Руси мужчины любили биться стенка на стенку. В наше время женщины бьются подъезд на подъезд. Обходятся без кровопролития, но страсти кипят нешуточные, с угрозами, криками и заявлениями в полицию. В одном из домов на улице Солнечной уже третий год идут такие баталии. И, как в любой войне, здесь не может быть победивших. Подробности у Алексея Захарова. В этой войне враждуют жители первого и второго подъезда в дома номер 47 по улице Солнечной. Опытный лидер второго подъезда, Валентина Шашкова, три года назад разбила под окнами сад. Красивые цветы и деревья, вот только корни растений угрожают подземным коммуникациям. Сад является грубейшим нарушением. Здесь проходит теплотрасса, проходит вода, проходят кабели. Деревья надо сажать, но надо в тех местах, где пригодны для посадки, минуя коммуникации. Валентина Шашкова со специалистами не согласна. Говорит, весь город стоит на подземных сетях. Пенсионерка уверена, что запрет на сад – это происки соседей по подъезду во главе с Мариной Гришиной. Она нам выдернула десятки деревьев, кустарников, целую охапку выдернула. Вот и все, заставляла детей, чтобы дети топтали, уничтожали все. Вот это самое Гришина. У Марины Гришиной тоже наболело. Мало того, что сад грозит оставить их без воды и тепла. К тому же соседка Шашкова под покровом ночи поставила бетонное заграждение, чтобы машины не ездили. Ни скорая помощь не может нам подъехать, ни пожарная к нам не может подъехать. Да, хлеб есть, сегодня даже хлеб не могли привезти, потому что все перекрыли. У нас там дорогу делают по-солнечной, тоже подъезда никакого нет. В общем, мы уже все устали. Обе женщины настроены решительно. Марина Гришина пообещала уничтожить цветник, чего бы ей это ни стоило. В ответ Валентина Шашкова написала заявление в полицию. Якобы соседка угрожала сбросить ей камень на голову. Предложение решить все вопросы немедленно путем взаимных компромиссов обе стороны с негодованием отвергли. Пока соседки спорили, маленькая девочка занималась действительно серьезным делом. И не обращала внимания на этих странных взрослых, которые так любят учить детей не ссориться и всегда идти на уступки. Алексей Захаров, Сергей Баскин, ГИС, События. К счастью, большинство самарских дворов все-таки стремятся к благоустройству и красоте. Конкурс на лучшее оформление территории закончился, а желание совершенствовать осталось. Что притягивает жителей близлежащих домов в дворовый сквер на Советской Армии? Ответ знает Светлана Новосельцева. Только выйдет на улицу, сразу тянет за руку в этот сквер, говорит Галина Лазуткина про внучку Злату. Лучшее развлечение для всех местных малышей покормить животных в дворовом парке. Несут пшено, траву и хлеб. Пять желтых цыплят подрастают на глазах. У нас даже двор оборудовали, вот Советской Армии 23. И в общем-то никто не хочет там гулять, все с всех сюда тянет. И я думаю, что главная достопримечательность парка это все-таки вот животное. Сладушка, что я сегодня цыпляткам на обед принесла? Скажи, хлебушку покрошили, да? Хлебушку, скажем, им покрошили. Здесь интересная площадка, тем более животные. Интересно детям поиграть и животных покормить. Этот уголок Самары похож на русскую сказку. Здесь и телега, и мостик через реку, и даже собственный колодец. Жители говорят, в одном из домов поблизости живет волшебник. Радость местному населению дарит некий Павел Коровин. По словам местных мам и ребятишек, в прошлом году территорию двора населяли и другие жильцы. Например, вот эти шикарные апартаменты занимал серый кролик. А здесь обитала морская свинка. Даже голубей воробьев этот живой уголок как магнитом тянет. Только одна странность. Жители говорят, еще неделю назад в этой клетке жили вовсе не цыплята, а утята. Может, главный волшебник с ключами от клетки забрал обитателей? Но ответа нет, и шутливое подозрение падает на местных проказников. Светлана Новосельцева, Сергей Баскин, ГИС События. Обраченными оказались минувшие выходные у 200 самарских туристов. В почти 12 часов они не могли вылететь из турецкого города Анталия. Объяснить причину задержки не смогла ни одна из сторон. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя туроператора Коралл Тревел, туристы были размещены в гостинице за счет туроператора около 3 часов ночи. Его отмечают во многих регионах России, Европы, Азии и Америки. Его празднуют более 260 городов и населенных пунктов мира. В Самаре отметили главный татарский праздник лета – Сабантуй. Раньше его устраивали в конце апреля, чтобы задобрить духа в плодородии и получить хороший урожай. Но время внесло свои коррективы. Уютный уголок в парке Гагарина – Майдан. В 23-й раз самарские татары отмечают главный национальный праздник лета – Сабантуй. По традиции – душа торжества народной игры. Лазанья по шесту, бой на бревне, без курьезов не обходится. Сладка была очень напряженной, и как бы мешок развязался, и все содержимое – сено в лицах. Иногда даже случается, что мешки просто там спорвутся. Битва ожесточенная. Главный спор праздника – национальная борьба на поясах Кереш. Судьи определяют силу и удуль участников. На ринг выходят все – от мала до велика. И не случайно множество желающих главный Батыру едет с праздника на автомобиле в придачу по национальной традиции с живым бараном. У нас коромысло с водой, у нас перенос яиц в чайных ложках. То есть очень много состязаний, очень много призов. И непременная ярмарка. Вышивка, национальные костюмы и головные уборы, колбаса из конины, именные сувениры и украшения. Здесь можно найти все. Мы пришли сюда на праздник, чтобы людям преподнести литературу, плотки красивые, платья, чтобы люди могли приобрести подешевле, чем в магазине. Традиции традициями, но от прогресса не уйдешь. Впервые в этом году Сабантуй транслируют в прямом эфире. Восемь часов праздника на интернет-сайте Татарского радио. А мы сегодня решили песни петь весело. Алексей Кнур, Светлана Новосельцева, Борис Смеловский, ГИС, События. Пляжные крылья советов тоже оказались не на высоте. Второй раз за неделю они уступили московскому локомотиву и остались на втором месте домашнего этапа чемпионата России. Тем не менее у Самарского клуба еще будет возможность взять реванш. В середине июля в Санкт-Петербурге пройдет финальный этап российского чемпионата, где и определится сильнейшая команда страны. На протяжении недели восемь сильнейших команд России вели борьбу за право участвовать в финальной стадии российского чемпионата. И только шесть из них по итогам самарского этапа забронировали себе билеты в Санкт-Петербург. Крылья советов еще на групповой стадии решили все вопросы попадания в город на Неве. Перед самарским клубом стояла более высокая задача – победа дома. И подопечные Анатолия Дурсина в финале с локомотивом были к этому близки. Поведя в последнем тайме 4-3, Крыльям советов не удалось удержать свое преимущество, позволив локомотиву за 30 секунд до финального свистка перевести игру в овертайм. В дополнительное время столичные футболисты провели еще два мяча и заслуженно выиграли 6-4. Крылья очень хорошая команда, сегодня самый тяжелый матч у нас был на этом этапе. Я думаю, что за счет, наверное, общекомандного мастерства в конце переломили, и за счет глубины скамейки, за счет глубины состава овертайм в два мяча выиграли. 30 секунд каких-то мы не смогли просто продержаться. Это не три минуты, 30 секунд. Могли на их месте, даже было быть мы. Финальный этап в Санкт-Петербурге пройдет с 13 по 17 июля. Сергей Кочкин, Алексей Золотенков, ГИС События.